всем привет с вами снова трибунал и сегодня мы рассмотрим боевые шахматы их добавили нам в этот четверг значит они у нас понедельник и пятницу с 20 20 00 до 23 30 и в субботу-воскресенье с 11 утра до пол двенадцатого вечера рейтингом пока нет мы вроде как будет рейтинг по наградам сейчас мы посмотрим где они у нас давайте вот награды соответственно есть и рамки есть и аватарки 1 аватарку я уже забрал и титулы в принципе есть над чем работать можно поиграться и в принципе довольно интересно очень похоже на авто чес как это слизанный авто чес но немножко со своими героями со своими расами классами давайте начнем игру в принципе сделано немножко плохо в плане информации потому что во время боя ты физически не успеваешь посмотреть на эти расы и классы то есть ты либо даже начинаешь собирать персонажей либо же ты начинаешь смотреть то есть в принципе очень не удобно не знаю если получится мне я сделаю отдельно смонтирую фоточку с со всеми расами и классами скажем так вот по началу что советую это все-таки hydra собирать да вот у нас появляется есть бесплатный бесплатная крутка это очень даже классно значит как работает то есть три одинаковых собираются в двух звездочных до если три например вот у нас есть здесь три суши на там или 30 то значит уже будет там две звезды изначально одна звезда ваша цель собрать максимально больше трех звездочных это самые большие и считаются значит что у нас здесь есть вот по разом да и вот есть девушка луни фаерия в принципе я буду просто прокладываться наверное если же будет интересно то поставите на паузу потому что мне там 12 секунд есть я быстренько прокладываться потому что показать все ну прям вообще нет смысла ну нет времени так по разом им я считаю что hydra самая топовая здесь шанс уклонения 35 и 60 процентов молниеносный удар поэтому мы в принципе будем собирать hydra максимально это возможное для нас так что мы здесь давайте за единичку еще соберем значит что у нас еще есть изначально нам доступно три героя на доске да и потом можно увеличивать уровень доски вот внизу слева что я советую я советую сразу не спешить хотя бы начать собирать зеленые там потому что с увеличением уровня уменьшается вот шанс здесь шанс зеленого 60 процентов синего 25 фиолетово 15 рыжего 0 и золотого 0 чем выше вы будете подниматься тем шансы будут расти ближе к золотому соответственно на зеленые шансы будут уменьшаться поэтому нет никого смысла там топить вот видите сейчас нам зеленый падает мы их собираем себе спокойненько вот еще фиолетовый палок очередной давайте вот так вот три в принципе нам достаточно даже если вначале мы немножко потеряем по очкам это ничего не сильно не отразится на нас потому что мы прекрасно понимаем что в дальнейшем мы все же свое возьмем в принципе кстати не я не знаю ну и надеюсь что возьму в принципе можно запороться только если еще кто-то гидру будет качать в таком случае можно будет запороться на вот поначалу мы не топим поначалу мы собираем то что нам нужно и соответственно в дальнейшем будем выигрывать вот как-то так так смотрим что у нас есть нутона собирал давайте что-то выкинем что у нас фиолетовый нам он не нужен так где это кто нет это нужно давайте вот этого парнишку берем нам зеленые в основное нужно собрать изначально потому что они потом перестанут падать вот вас не будет возможности дальше собрать еще зеленых и это будет проблемой для вас так что у нас здесь но я думаю что здесь победка будет да дальше есть бонусы где вот мы сейчас чего здесь посмотрим нет здесь нет в общем при сериях побед вам добавляется еще дополнительно золото вот за одну победу там дала мне 10 если бы это была не первая победа то она бы дала бы боль там 11 примерно я не помню точно правда она по моему растет с уровнем так ну давайте или подождать или поднять она все равно автоматом поднимет следующий поэтому смысла нет ждать здесь будут час монстрике основная задача наша максимально быстро собрать там две-три звезды и проще всего это собирать на зеленых синих поначалу дальше уже добивать фиолетом плюс вот как я сделал меня вся вся доска забита разными героями и я не могу себе собрать нужных потому что у меня нет места просто меня доска забита разными ненужными так это что у нас сиган давай сигу выставим и уберем так теперь у нас четыре из пяти видите у тут нас по расе четыре из пяти но нам нужно 5 5 мы поставить не можем потому что у нас всего четырем есть место на данный момент ничего я думаю что мы скоро справимся есть еще такая четверная тема вот по гидре у нас 7 есть шанс уклонения 35 процентов всего отряда скажем так и 60 процентов молниеносный удар кроме этого есть у вас такой персонажик всем покажем у которого активка еще плюс 60 вот у него активка дает 66 процентов уклонения на 6 секунд и это на самом деле получается чит вот почему потому что вместе с можем смотреть 30 процентов на синим 45 на зеленый зеленый мы уже собрали поэтому можем спокойно грядить выше верно синий будет 35 процентов мы еще сюда закинем еще одно теперь мы имеем 5 бонус 5 из 5 по гиды видите у нас 5 hydra есть и так как мы уже зеленые у нас вот ума уже 3 3 звездочные и я буки тоже там тоже 3 звездочные соответственно мы поднимаем уже уровень нашего магазина нашего не знаю доски и ставим еще пять героев соответственно поднимаем шанс выпадения синих потому что у нас теперь сейчас интересует именно синие так а это что у нас так вот этот я не только была смена я во время смены нажал купить теперь нам нужно синих докупить у нас синих 2 и дальше мы пойдем уже поднимать чтобы фиолетовые покупать выше чем там 12 круто нет смысла 1 крут идет бесплатный вам сразу обновляют потом идет бесплатный крутые крут за одну монетку вот это вот я не знаю монетки называется принципе больше нам не нужно этого достаточно вот единственное но я ведь уже на 200 раз говорю да единственно единственно с одной стороны много времени идет на на то чтобы купить каких-то персонажи но и я бы не стал что их недостаточно но потому что если смотреть рассматривать там скиллы здесь же тоже можно посмотреть все и навыки можно посмотреть каждого вот но просто времени нет на это все я вам принципе вот могу прокладывать вы если интересует можете посмотреть но ну прям вот во время боя если вы не знаете что вы собираете не в курсе то блин это реально очень долго и нет в этом смысла ну вот как-то прям так что у нас по доске сейчас мы смотрим у нас 94 уром или 100 не знаю что на ура мили кстати мы можем поднять сейчас до 6 но ну в принципе и в принципе да ну давайте поднимем до 6 чтобы мы еще одного на доску поставили а мы не этого поставим ну вот этого поставим сейчас у нас еще раз монстрики я так понимаю что следующий у нас будет рамиль почему-то мне так кажется все неплохо идет за монстриков всегда давит 10 за победу поражение не имеет значения поэтому вы можете на за монстром не переживать и в принципе можете там собирать что-то другое в этот момент можете чем отвлекаться да так значит мы повысили 35 процента у нас так и осталось на синим 25 процентов поднялась на фиолет но это неплохо так что у нас есть так у нас 67 хотя на на доске 6 6 разные винт так нет не тот интересно 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 ну тут тоже сейчас нам поднимать до 7 например нет смысла у нас нет 7 7 hydra то есть когда она выпадет 7 hydra мы можем думать уже о том чтобы поднимать до 7 тогда есть смысл потому что на 7 реально очень хороший баф идет уже на бонус поэтому пока мы не поднимаем пока мы ролим смотрим что нам падает при 7 будет уже не занижен шанс выпадения синьки вот этих синих да так а что у нас давайте мы вот это забираем у нас есть 7 кожи у исуги у нас есть теперь 7 так что у нас здесь это сиго 2 2 коше здесь что у нас тоже стоп а на доске почему у нас нет а сиго есть все есть а вот и рамиль и кстати вот этот который на первом месте в принципе мы справляемся пока никаких проблем не чувствуется и мы нормально даже пробили на 24 до пробивается на количество оставшихся звезд на карте ну и так как я понял они на ваше количество звезд или просто у меня все выжили наверно просто все выжили потому что она в принципе должно прыгать на количество звезд на карте так что у нас еще здесь ничего так мы можем сейчас прорвать ну давайте прорвем и поставим коши и у нас всем уже баб будет то есть мы прям вообще уже сейчас забавками у нас все хорошо но опять таки смотрим а нет шансы на стенку остался 35 и повысился на фиолет рыжик и золото поэтому в принципе мы ничего не теряем у нас все хорошо то есть первых только 3 до 5 да там мы ждем зеленый а под после после зеленых уже а по им дальше на 6 на 7 принципе спокойно после 7 мы точно уже не топим опять таки я всегда говорю точно не топим потом начинаю собирать и копить на то чтобы сделать прорыв прорыв делаю почему потому что на доске не хватает места для сохранения героя да то есть для того чтобы поднимать следующий и поэтому мне приходится как-то на доску смещать героев для того чтобы так что у нас здесь но ведь таки вот у меня нужно два слота как минимум для того чтобы поднять таши таши у или же два слота чтобы вот этого масса муны и название или же еще два слота для оси и то есть в принципе у меня сейчас забита карта я например если мне выпадет кто-то один который не поднимает я не смогу его взять мне придется выбрасывать его на карту после выброса на карту мне нужно будет его опять-таки поймать то есть если мне повезет если не повезет то я просто исчезнет у меня одна карта последняя выставленная на колоду на стол если я сейчас кому-то выставлю для того чтобы принципе вот сейчас мне на карте 7 я могу добавить туда 89 но когда начнется бой то они исчезнут и это будет типа плачевно так что у нас здесь знаете вот так дальше берем смотрим дальше что у нас по по картам по колодам будет как же говорю нам хватает всего так мы пока вы игры у нас очень много 2 звезды по 2 звезды на сейве 1 2 3 а так а что у нас у нас не стоит на колоде вообще вот прикол да у нас на колоде не стоит у нас сега вот то что я говорил давайте попробуем быстренько если повезет давайте есть назад возвращаем на все мы подняли до трех звезд 1 и дальше мы не успели в принципе у нас уже сколько раз два три три трех звездочных это прям очень хорошо мы прям неплохо работает единственное слово паразит у меня появился это единственное просто параллельно вот играешь параллельно пытаешься рассказать это немножко сбивает с толку сейчас мы можем опнуться до 8 персонажей на карте но мы этого делать не будем мы сейчас посмотрим сначала что у нас есть в колоде а дальше посмотрим а мы даже не сможем нам немножко не хватило вот хорошо окей давайте кого-то заменим это кто у нас мы давайте вот уберем а этого поставим так посмотрим как мы против кого ну у человека кто на втором месте принципе вообще никаких проблем не чувствуется здесь что у нас еще за одну можно видим еще за рыжик 1 подняли плюс 16 будем смотреть если сейчас у нас что-то упадет нормально это мы оставим так 4 наличие 1 забираем то есть пока мы не прорываемся нам я же говорю хватает этих карт которые у нас есть в принципе с головой для того чтобы выиграть эту игру и поэтому мы мы не тратимся в поднятие уровня мы чисто вот ромили здесь по-моему мы должны быть прям судя по первой катке то есть мы принципе должны выигрывать запасом вот так и выходит так что у нас дальше так ромили а улетела ромили просто перина у нас сейчас на втором месте остается только я тоже думаю что проблем не будет если этим вы собираете гиду это единственное думаю такой толковый сетап единственное будет только то что как будут падать вам вот эти вот самые карты повезет вам с картами или не повезет насколько в этом все дальше давайте проапгрейдимся потому что у нас есть возможность давайте всего еще одну поставим нашего читера о том которым я вам рассказывал то есть он при активации навыка еще 66 процентов уклона получает на 6 секунд и 35 процентов уклона от этого самого от склада получается от расы соответственно он неубиваемый у него сто процентов было такое что у него там ноль хп практически и он выигрывал несколько нескольких человек он наносит 9 ударов тем самым себе заряжает скил а кстати по поводу скилла то есть изначально все стартуют с нулем маны и по мере наносить то есть по мере атаки сколько так они там наносят они восстанавливать себе ман точно не скажу за сколько удара восстанавливается манам но принципе можем покрутить еще свыше теперь хотелось бы да можно за сохранить вот поставить заблокировано и при следующем обновлении у вас сохраняться эти же карты то есть они не обновлятся будут точно те же самые карты вы можете купить то что вам понравилось например я сейчас заберу себе пошел нибудь то две звезды вот дальше обновляемся набираем в принципе эта карта уже и так выиграна тут я думаю что вообще ничего не может повлиять на наше на нашу победу будет проблемой если кто-то со сперником начнет собирать такой же сетап и ему повезет больше пока там то есть у нас всего лишь там три третьих и остальные все вторые а у него например уже будет там 45 третьих и будет уже влиять плюс можно еще играться с расстановка есть карты которые прыгают за спину есть карты которые стоят и можно как-то за прикрывать свою спину в принципе вот мы выиграли уже 20 минут конечно потеряли вот такая вот игра в принципе задача собирать ее максимально быстро трехзвездочные для победки это hydra вот скил и навыки можно почитать но там она настолько незначительно что прям не имеет значения по дополнительным если игра затянется можно делать 7 плюс 2 какие-то еще две расы в принципе я собирал чисто hydra есть читерный анджио и его конечно советую если вы уже откроете 8 то покупаете анджио он золотой он ставит купол когда все противники стоят куполе ничего не могут сделать это реально читерная тема причем он набивает это очень быстро и ставит его очень часто поэтому тема очень крутая на самом-то деле вот ну такой краткий экскурс если какие-то вопросы еще остались пишите в комментарии ну в принципе думаю все всем спасибо всем пока подписывайтесь ставьте лайки и вот и вот и вот и Продолжение следует...